Продгалимаб 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 Итак, на сегодняшний день действительно известны результаты трёхлетней выживаемости пациентов на основании результатов исследований Миракулум. Если взять общую популяцию, то это 43%. Если взять популяцию только меланомы кожи в качестве первой линии, то трёхлетняя выживаемость равняется 55%. Ответило, сколько там, 27% тот, кто участвовал в голосовании. И мы на сегодняшний день убедительно знаем, уже на результатах вот такого трёхлетнего наблюдения, что препарат работает как и у БРАФ-мутированных пациентов, так и у пациентов, которые не имеют мутации в гене БРАФ. Мало того, препарат достаточно эффективен у пациентов, у которых есть поражение центральной нейросистемы, но и препарат эффективен у тех пациентов, которые не имеют эти изменения. То есть, да, посмотрите, достаточно высокие результаты общей выживаемости у категории пациентов с поражением головного мозга. И если мы сравним результаты трёхлетнего наблюдения у пациентов, трёхлетней выживаемости, посмотрите, препараты Пролгримаб, Пембролизумаб и Неволумаб, результаты практически одинаковые. Это не прямое сравнение, но более 50% переживает трёхлетний рубеж. Здорово? Конечно, здорово. Это говорит о том, что мы сейчас с вами живём, конечно, в эпоху таких эволюционных, революционных изменений. Мало того, на сегодняшний день мы знаем, что Пролгримаб достаточно неплохо переносится нашими пациентами, и нежелательные явления чаще всего в виде эндокринопатии. И знаем на сегодняшний день, что нежелательные явления коррелируют с эффективностью терапии. И если мы говорим о тех нежелательных явлениях третьей и четвёртой степени, то их частота абсолютно не выше и даже ниже по сравнению с теми препаратами, которые уже зарегистрированы ранее, были неволумаб и пембрализумаб. И если говорить о нашем применении, о применении в НИЦ онкологии имени Петрова, у нас 12 человек участвовали в исследовании Миракулум. Да, это небольшая категория пациентов, но мы на сегодняшний день можем уже подвести некоторые итоги именно тех пациентов, которые участвовали в этом исследовании Миракулум. И можно сказать, что пациенты были достаточно различные. В основном это были, конечно, пациенты в удовлетворительном состоянии. Треть пациентов имели повышенный уровень ЛДГ, то есть это неблагоприятный такой фактор. Большинство, треть пациентов уже получали не первую линию терапии. И некожная локализация меланома была у двух пациентов. Позже несколько остановимся на клиническом случае. И более трех зон метастазирования имели больше половины пациента. Какова эффективность терапии? Не было полных ответов, но с другой стороны 25% частичных ответов и стабилизация процесса более чем у половины пациентов. В целом более 80% пациентов ответили общим ответом на иммунотерапию. Ответ, конечно, неплохой. При длительности терапии более 9 месяцев. Это наши собственные расчеты. Если говорить о профиле безопасности у нежелательных явлений, то можем сказать, что препарат, у нас создалось впечатление, он удовлетворительно переносится. И нежелательные явления наблюдались в любой степени. Более чем у половины пациентов 58% составила частота. Нежелательные явления третьей и четвертой степени были у 16% пациентов. И прекратили лечение из-за нежелательных явлений также вот два пациента, что составило 16%. И коротко о пациенте, который у нас получал лечение по поводу увиальной меланомы. У него ранее была оперирована почка по поводу рака почки, пилохирургическое лечение в 2012 году. Обратился он к нам по поводу распространенной формы увиальной меланомы. И на сегодняшний день здесь представлена та иммунотерапия, на которой на сегодняшний день существующая по поводу лечения увиальной меланомы. И, к сожалению, вы знаете, что результаты недостаточно эффективные. На сегодняшний день самым эффективным методом является комбинированная иммунотерапия, которая дает объективный ответ у 18% пациентов при общей выживаемости 19 месяцев. Ну и что говорить о нашем пациенте. Наш пациент, как я уже сказала, переченную множественную опухоль. В 2013 году инуклеация глаза у него была выполнена. И через 4 года у него появляются множественные метастазы, что характерно для этой локализации, для этой вида меланомы. Это поражение печени. Он получает химию имболизацию с внутриартериальным введением декорбозина. Он получает химию иммунотерапию, но, к сожалению, прогрессирование процесса. И больному предложено участие в исследовании с применением пролгалимаба. И вот мы хотим обратить ваше внимание, что ответ был стабилизация. Но стабилизация сохраняла в течение 9 месяцев у таких пациентов с таким распространением процесса и с такой именно опухолью веальной меланомы. Ответ неплохой. 9 месяцев это стабилизация процесса. Но при этом были и осложнения лечения, длительно текущий пульмонит, который влиял и на качество жизни пациентов, который требовал назначения глюкокортикоидов и цитостатической терапии. Какое еще у нас есть применение и наша реальная практика применения пролгалимаба? Мы используем препарат, это внутреннее такое у нас клиническое исследование внеадювантном режиме у пациентов в третьей стадии. Больные, которые имеют измеримые очаги, которые эти пациенты получали у нас пролгалимаб, 4 введения в стандартной дозе, 1 мг на кг веса, потом оперативное вмешательство и в зависимости от гистологического ответа решался вопрос о дальнейшей терапии. На сегодняшний день у нас включено 15 пациентов, и как видите, мы встречались с разными ситуациями на фоне лечения пролгалимаба. У нас было и гиперпрогрессирование, и псевдопрогрессирование, но были и хорошие ответы, на которых бы я хотела остановиться. Это вот такой небольшой показ рез данных, мы не подсчитывали пока статистические результаты, несколько позже о них остановимся. Ну вот первый пациент, который имел меланому кожи правой голени с поражением региональных лимфатических узлов, транзитным метастазом, которые были доказаны морфологически, и экстазионная биопсия была проведена, метастаза в голени. И затем пациент получал пролгалимаб. И на фоне пролгалимаба мы делаем повторное гистологическое исследование и доказываем, что только 5% осталось клеток меланомы, что говорит, конечно, об эффективности препарата. И другой пациент, 58 лет, беспигментная меланома, местно распространенный процесс, хирургическое лечение было в прошлом году, прогрессирование процесса, также региональное метастазирование, получает неодевантно 4 цикла пролгалимаба, затем хирургическое вмешательство, лимфодисекция. И в этом материале мы видим, что полный патоморфоз метастаза меланомы. Что он оказывает и морфологи? Вот данное морфологическое исследование у пациента до начала лекарственного лечения. И вот этот ответ, который уже после проведенного лечения иммунотерапией пролгалимабом мы видим полный ответ, то есть некроз опухоли. Что доказывает, конечно, об эффективности терапии. Таким образом, мы можем, подведя итоги, сказать, что, конечно, пролгалимаб продемонстрировал свою эффективность не только в рамках клинических исследований, но и в реальной клинической практике, что, конечно, заслуживает абсолютное внимание. И эффективность пролгалимаба, она прослеживается у различной категории пациентов вне зависимости от наличия мутации БИРАФ и у пациентов, что важно очень с поражением центральной нервной системы. Он обладает препаратом достаточно благоприятным спектром токсичности. Нежелательные явления, как правило, коррелировали с эффективностью препарата. И его применение в качестве первой линии доказало, что результаты трехлетней общей выживаемости достаточно высоки. Если в общей популяции это 43% трехлетняя общая выживаемость, если взять только пациентов, которые имеют меланомы кожи, то это 55%. Согласитесь, это достаточно высокий процент. И опять же, подчеркну, что это наш первый отечественный антипедиа-1 препарат. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.